Вот пока еще погода достаточно переменчива, но народ уже не удержать. Вечерами горожане выходят на прогулку, влюбленных парочек и мамочек с детьми стало в разы больше. Кстати, о мамочках. Доктора Екатеринбурга выступили против сумок-переносок для младенцев. А что в этом плохого? И маме удобно, и дитя спокойно. Слишком много несчастных случаев. Дети выпадают и получают серьезные травмы. Между тем, различные приспособления для переноски малышей популярны. И у тюменцев есть ли что-то безопасное материнских рук, выясняла Анастасия Косымова. Какие существуют виды переносок для маленьких детей? Есть три вида переносок. Это рюкзак кенгуру, переноска для ребенка и автолюлька. Чаще всего покупают рюкзак кенгуру. Рюкзак кенгуру предназначен от двух месяцев и примерно до года. Также его можно переносить лицом к себе и лицом от себя. И также положение лежа. Кто и когда придумал рюкзак для переноски малыша, или как его еще называют кенгуру, доподлинно неизвестно. Но суть изобретения понятна. Малыш рядом с мамой, при этом руки свободны. То есть за руку можно везти второго ребенка или нести сумку с продуктами. Удобно маме, а вот удобно ли малышу? Детский травматолог-ортопед Александр Семенов в этом сомневается. Врач считает, что подобное устройство – это дополнительный риск. Ведь в такой переноске благополучие и здоровье малыша зависит от надежности креплений. Прежде всего, если маме нужно освободить свои руки, она должна побеспокоиться о безопасности своего ребенка. Если она его слабо зафиксирует, он может выпасть из этих слингов. Если она сильно его прификсирует к себе, как он будет дышать. Когда одевают вот эти слинги, тоже это нужно, пока все это зафиксируешь, ребенок может вывернуться. Кроме того, носить малыша в вертикальном положении можно только, когда он научится сидеть. Ни в коем случае нельзя носить в рюкзаках малышей, которые еще не держат головку. Это опасно. Эта переноска предназначена с самого рождения и до 5-6 месяцев. Такие сумки чаще всего продаются в комплекте с коляской. Врачи предостерегают, эту переноску нельзя использовать в общественном транспорте и в местах столпотворения, где ее могут случайно толкнуть или ударить. Если сумка достаточно жесткая, когда тело ребенка не деформируется в этой сумке собственным весом, а достаточно жесткая, ну как скажем, как в коляске, да, то почему бы нет? Только нужно учесть, что вы эту сумку где-то при переносе не должны обо что-то там ударить, зажать в лифте. Екатеринбургские врачи недавно выступили против люлик переносок. Слишком много несчастных случаев с новорожденными. Тюменские травматологи таких историй хоть и не припоминают, но советуют использовать автомобильные люльки только по назначению и при этом всегда пользоваться ремнями безопасности и креплениями. Анастасия Косомова, Леонид Ализаревич, Сибинформбюро.